Есть понятные продукты, есть продукты без эмоций, есть продукты, которые выходят сразу в миксовые линейки, огромным количеством и так далее. И практически у каждого из них есть какая-то уникальная фишка, которую продукт использует для своего маркетингового продвижения в индустрии, попадания в магазин и так далее. У нас сегодня весьма необычный продукт. Это, как вы уже поняли, TWICE, две линейки, RELOX и ENERGY. И что же это, собственно говоря, значит? У ребят был пресс-релиз. Я, честно говоря, его сейчас даже особо и не вспомню, но я сейчас быстро найду его на телефоне, потому что он у меня где-то лежит. Дело здесь вот какое. Смотрите, здесь используется бленд Вирджинии Бёрли в основе. Продукт на самом деле такой, он прям легенький. Но лично мне, по крайней мере, показался прям легеньким. Он даже не стремится никуда к среднему. У ребят я спрашивал, задавал им вопрос, говорю, типа, а действительно ли есть что-то, что в этом табаке действительно может срабатывать, как RELOX или ENERGY? И ребята отвечают, что, в принципе, действие экстрактов давно научно доказано. И вопрос только в действии на конкретного человека. Некоторых чай с ромашкой успокаивает, некоторых нет. Что, в принципе, как бы в случае с табаком, то, что у нас вещества и все эти экстракты впитываются через слизистую, через легкие и так далее. А экстракт это высококонцентрированное вещество, добавление которого даже в небольшом количестве обеспечивает поступление этих веществ в организм на уровне выпитой чашки успокаивающего отвара. То есть, ну, принцип действия вы поняли. Ребята добавляют определенные экстракты к этим ароматам и пытаются сделать подобным образом сильно ха-ро-шо. Вот. И, слушайте, я бы не сказал, что я заметил какой-то эффект прям от RELOX или ENERGY, там, то, что типа меня какая-то линейка расслабила, какая-то напрягла, какая-то заставила уснуть, а какая-то меня разбудила. Нет. Лично я такого для себя не заметил вообще. То ли, как бы, как сказали ребята, на мне это не работает, то ли действительно, ну, типа, просто приколдесный маркетинг. Я здесь могу сказать ребятам то, что да, они молодцы в этом плане. То есть, вопросов к этому абсолютно нет никаких. Единственное, чем для меня, по крайней мере, в моем понимании отличается RELOX от ENERGY, это вот чем. Мы сейчас, когда вы послушаете, вот я даже, в принципе, когда смотрю, типа, ароматы в целом, они должны быть такими вот достаточно яркими и взрывными, но по факту, как бы, ароматика какая-то прям вот не совсем яркая. Я бы сказал то, что это спокойные, понятные, давно уже как-то пройденные сочетания, которые мы где-то видели, где-то слышали. И они максимально воспринимаются лайтово. ENERGY же, в свою очередь, это, блин, какие-то вот, на самом деле, ну, типа, есть, да, оба понятных. Тут есть два аромата, которые мне, в принципе, достаточно понятны. Но есть такое, я такой смотрю на это, думаю, ебать, это что нахуй, вы откуда это взяли? Типа, откуда вообще в голову пришло такое сочетание? И эти ароматы как будто бы сильно ярче, чем то, что есть в линейке RELAX. Может, я ошибаюсь, может, ребята закладывали какой-то другой сакральный смысл, но сам факт, я понял это так. Фасовка у нас достаточно простая, это 40 грамм и 200 грамм, если я ничего не путаю. Внутри у нас будет вакуумный пакетик лежать, который вы вскроете, перекладете все это в баночку. Баночка достаточно большая, вмещает в себя много фракций, вы можете посмотреть где-то на видосе, как липнет, не липнет, как пушится. Вот как-то так, слушайте, с продуктом, типа, и с информацией по нем, наверное, все. Единственное, что отмечу, то, что Virginia Burley, сырье все темное, и я бы сказал то, что, наверное, Burley здесь побольше, но при этом он легкий. Вот, предварительно, вот сюда вот вам забиваю, чтобы не было скучно, а всем нашим партнерам спасибо большое за то, что они присутствуют у нас на видосе. В конце пик дизайн, япона хука, скидка 10% по промокоду Ваня Забей. Если хотите сделать себе подарок, новому году, если кому-то из близких, друзей, родственников, можете купить подарочный сертификат, и ваши близкие сами определяются, что они себе купят. Также спасибо табачным, бестабачным партнерам, ссылки на всех есть в описании, на все угольки, на все прочее. Спасибо, кстати, Твайсу. Вот с Твайсом мы еще даже до всех розыгрышов, до видоса, до всего-всего-всего, да, мы с ними, получается, проводили уже розыгрыш в Телеграме, уже прошел, и вероятнее всего. Я не знаю, я у ребят спрошу, если они дадут добро на розыгрыш, там, условно, каких-нибудь ароматов от тех, кто будет на канале, можем провести. Если нет, если да, короче, все будет в описании, читайте там. Переходим к ароматике, обсуждаем ее, смотрим на нее. Небольшое лирическое отступление, для того, чтобы я не забыл это сказать, потому что оно пришло мне сейчас как раз-таки в голову. Табак мне отправлял из Екатеринбурга тот же самый человек, по крайней мере, его имя было, который отправлял мне и Северный когда-то. Я так понимаю, что и если будет какая-то отправка, то отправят его, да, еще раз. Получается, что Твайс производится там же, где и Северный, вероятнее всего, люди им занимаются те же, что занимаются и Северным. Нет, возможно, вы мне, конечно, скажете, что я долбоеб и все вообще пропустил, и что все уже это знают. Допустим, но я не знал, никто, блядь, из нас не знал, вот. Но, вспомните Северный в лучшие времена. Никогда он был крепким, когда он уже перешел в баночки, в черные. Вот ароматика вот этого продукта находится на том же самом уровне. Хреново то, что не крепость, но вот ароматика на том же самом уровне, это прекрасно. Здесь я сразу, вот, блядь, два лайка ставлю Твайсу, молодцы, огромный, блядь, просто пиздец. Если вдруг вот люди, которые занимаются Твайсом, имеют какое-то отношение к Северному, вот так надо Северный делать. Вот, то есть, вот так взять, пойти и сделать на другом сырье вот то же самое. Потому что вот это лучше, чем Северный. И теперь мы можем идти дальше. Смородина, дыня, лайм. Можем открывать, мухать, напоминать себе. И, в принципе, расставлять по топчикам. Знаете, что мне это напомнило? Смородину и лайм я здесь нашел, дыню я здесь не нашел. Но это прикольный, я бы сказал, что какой-нибудь, вот типа как Нести или что-то подобное. А здесь я почему-то чувствую какой-то чай. Слегка ягодный, слегка кисловатый. Могу это поставить в центр, потому что, а, не попало в аромку, которая заявлена, б, блин, ну типа я бы не стал это заносить в топчик, потому что сильно особо ничего не понятно. Лавандовый лимонад. Я помню, что он мне вообще не понравился. А не понравился мне он по одной простой причине. Лавандовый лимонад. Это история про сильно перенасыщенную цветочную историю, которая на первых парах настолько, блядь, она вот мыльно, отвратительно, непонятно перенасыщена, что аж язык покалывает. Мне лавандовый лимонад не понравился. Это прям типа так сэбэк, так бэбэк. Бля, грейпфрут ваниль. Ёбушки-воробушки. Блин, вот хреново то, что, знаете, что, вот была бы вот эта аромка в Energy линейке, мне кажется, она была бы сильно насыщенней. Грейпфрут ваниль у нас отлетает в топчик. Почему? Вот если вы ищете идеальный грейпфрут для создания домашнего пинкмана, это он. Это аккуратненький грейпфрут, типа отчасти цедровой, отчасти с мякотью. Он в балансе и при этом он заправлен ванилькой настолько вот в тему и настолько вот тем количеством, которое надо было сделать, как будто бы вот такая кремовая ваниль. Бля, это просто бесподобно. Наверное, у меня это вызывает определенного рода флэшбэки, потому как мне нравились всякие вот эти апельсины с кремом, которые раньше были там у Fumari, у Argelini и так далее. Это вот прям флэшбэкнуло меня вот прям туда. Поэтому грейпфрут ваниль прям, бля, однозначно лайк, ребята. Просто огромные молодцы. Малина, банан, ваниль. Здесь ребята тоже решили попытаться сыграть на ностальгии, но попадают только в центр по одной простой причинке. Бананчик немножко все-таки-то ацетонит, ребятки. Как бы сказала Мамадиля, банан и мразь. И вот здесь банан чуть-чуть все попортил. Ваниль его сильно не забалансил. Малина нормальная, но вот как-то типа нормальный, неплохой микс, но на первых там минутах 15 вот этот банан с этим своим блядским ацетоном вообще непонятно нахера и зачем. Но типа не совсем зашло. Пускай вот стоит у нас в центре. Ледяной арбуз попадает в пушечку, в топчик. Знаете почему? Потому что он не химозный и потому что это не совсем то же самое, что было опять же у того же Северного, с которым мы сегодня это напрямую сравнили. У Северного прям была противная зеленая корка. Я не знаю почему всем так сильно нравился арбуз от Северного. Вот здесь это хорошо и вкусно, потому что это не корка. Это мякоть арбуза, либо какой-то прям типа смузи с арбузом. Я бы не сказал, что это сильно угадывающийся, перенасыщенный, охуенный арбуз. Нет, это просто вкусный, неплохой, холоденький арбузик. Вот примерно так. Киви лимонад сразу в минус. Мне он не зашел. Я даже сейчас найду его четкое описание. Но меня прям записан именно из-за негатива, который я испытал, когда я его, собственно говоря, курил. Да, вот я нашел киви лимонад. Это у нас травянистый смузяк. Что-то из разряда зеленого микса, но слишком сильно ушедшее в траву. Минус, не знаю, не понравился. Манго ананас. В этом аромате собраны самые неплохие качества ананаса, когда есть определенное легкое покалывание, такое на языке прикольное. Легкая кислинка, сладинка, то есть ананас забалансили. В целом аромка была хорошая. Но здесь собраны самые уебищные качества манго, которые испортили нахер этот микс целиком и полностью. Ребят, смотрите, здесь мог бы быть желтый манго, но он здесь, к сожалению, такой недоспевший. Он как бы полузелененький еще такой. И если вот вам нравится история про травянистый манго, справедливости ради, есть люди, которые собирают, типа, свой манго таким вот балансным вариантом, когда у тебя в меру травы и в меру сладкого. То есть, типа, 50 на 50. Я люблю, когда манго прям вообще просто сладкий, тропический. Вот я это не буду ставить никуда, ни в какую, типа, ни в отвратительную, ни в нормальную. Только потому, что вот если вы любите травяной манго и любите какой-то микс с этим манго, то, в принципе, для вас это будет неплохо. Для меня прям, бле, черника, дыня, облепиха. Ёбаный рот. И вот это я тоже, наверное, поставлю все-таки в то, что можно брать. Почему? Черника мне напомнила в хорошем смысле старую чербетовскую чернику со льдом, которая когда-то у них была. У меня был когда-то любимый мой микс. Это черника 60%, 40% молоко у чербета. Здесь прикольно то, что здесь черника неплохая. Дынька дает хоть и легкую травянистость, но это все в балансе такая кисло-сладкая облепиха, которая, я бы не сказал бы, что она там сильно прям чувствуется, но я, наверное, себя так сильно докрутил, то, что, блин, это прикольно, напоминает какую-то даже, я бы сказал, жвачку. То есть это что-то из жвачной, ягодной, такая история очень даже неплохая. Маракуйя облепиха. Мне, вот опять же, типа, не позволит совесть, наверное, закинуть ее в минус. Наверное, опять же, типа, на ваше усмотрение и вашу совесть, если вам интересно, возьмите. Что это такое? Облепиха здесь потерялась нахер. То есть она оставила от себя только вот этот свой легкий-легкий кислый вот такой вот. Как бы объяснить, что... Если кто-то пил облепиховый чай с большим количеством облепихи, вот этот желтый шлейф кислинки облепихи, он остался. Но вот эта горечь маракуйи, которая очень сильно начинает умножать эту кислоту, это прям вообще не прикольно. То есть мне это не сильно-то уж и зашло, но люди, с которыми я курил, сказали, бля, это прикольно. Типа, это прикольная маракуйя с ягодами. Хотя я нашел только горечь и кислоту. Поэтому вот это как бы на мнение большинства оставляю. И тар с бананами и орехами, даже пробовать его, пробовать нюхать не буду. Твайс, адрес знаете, как бы можно, вот даже знаете, я вам сейчас скажу, блядь, вот вы адрес знаете, можно так вот три, вот грифрут ваниль, вот арбузик и вот этого вот для хорики по две соточки, пожалуйста, сюда, блядь. Будем миксовать совсем подряд. Почему вкусно? Я вам как-то недавно снимал видос про сплит, и там был чапа бой. И вот типа его определенная вариация, но она сильно повкуснее, наверное, потому что на табачном сырье лежит. И я бы вот не сказал бы, что здесь бананом все испортили. Здесь странно, возможно, прозвучит. Здесь банан слегка травянистый, но при этом бисквит и орешки его прям сильно балансят. И это очень даже неплохо. Итак, по продукту Твайс. Смотрите, в минус прям вот точно я бы вам не рекомендовал брать два, это лавандовый лимонад и киви лимонад. Это прям однозначно нет. То, что на свое усмотрение, но я бы не стал, это манго, ананасы, маракуйя, облепиха. То есть, мое мнение, я бы такое курить не стал. Вот вы, возможно, если вам нравятся и вы готовы мириться с теми нюансами, о которых я вам сказал, можете брать. Малина, банан, ваниль. Попытка игры на чувствах ностальгии. Ровно такая же история, как смородина, дыня, лайм. Где вы попытаетесь найти что-то интересное из прошлой жизни. Но это брать можно, это неплохие миксы. Просто которые типа, ну прям как-то вот типа вот на грани они как-то. А если мы берем с вами вот 4 топчика моих. Черника, дыня, облепиха, холодный арбуз, грейпфрут, ваниль и собственно говоря тарт с бананом и орехами. Это неплохие ароматы. То есть, это то, с чего можно в принципе начинать 100% знакомство с табаком Твайс. И это круто. Вот. Ребята, молодцы то, что какую-то новую фишку в маркетинг принесли. То, что такие, а вот мы вот так вот типа расслабляемся, напрягаемся, решайте, что вам надо. Подготовили сразу. Получается, что 10 ароматов, 10 готовых миксов. Выходят, ничего особо сложного не придумывая. Сразу и на маленьких фасовках, и на большую фасовку тоже достаточно быстро вышли. Молодцы. Ребятам успехов на рынках, хорошим им продаж. Если мы придумали какой-то розыгрыш или конкурс, все есть в описании. Там же ссылка на ребят. Спасибо им огромное за то, что прислали. Будем надеяться, что компания задержится. Что она будет выпускать что-то новое. Что попадет к нам не в крайний раз на обзор. Очень будем ждать ребят в гости. Очень надеюсь, что еще какие-то интересные ароматы будут. Потому что продукт, судя по первой пробе пера, достаточно неплохой. Вот. Твайсу еще раз спасибо. Спасибо еще раз всем нашим партнерам. И спасибо огромное тебе, конечно же. И как всегда, по нашей старой, доброй, уже давно сложившейся. Мы с тобой увидимся где? Правильно. В следующем видосе. Та ты шо, ебать. Я ебанулся. Уф. Ебать. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok